Всем привет! В сегодняшнем видео я хотела бы не просто рассказать, но и показать, как быть ухоженной в домашних условиях, что нам понадобится для красоты и здоровья нашей кожи, что, зачем, куда и как наносить, то есть поговорим о таких основах вечернего ухода, и данное видео я снимаю в коллаборации с сайтом iHerb. Большинство моих недорогих, но действенных средств по уходу за лицом, телом и волосами я нахожу именно там. У них в ассортименте есть больше 7000 оригинальных единиц из категории уход за собой. Они доставляют в 160 стран мира, и в случае каких-либо вопросов техническая поддержка осуществляется на 10 языках. В данном видео я покажу моих любимцев в действии и некоторые новинки, которые заслуживают вашего внимания. Ну что, начнем? Как обычно, я начинаю с демакияжа. Сегодня я буду использовать гидрофильное масло от бренда The Face Shop, но если честно, мое сердце принадлежит бальзаму от Hemish. Обязательно закажу его второй раз. Прямо на сухое лицо я наношу гидрофильное масло, оно имеет очень легкую текстуру и не настолько жирное, как многие могут подумать. Я обычно использую 2-3 помпы, все хорошенько массирую для того, чтобы как можно лучше растворить декоративную косметику, SPF, всю пыль и грязь, которые собираются на нашем лице в течение всего дня. И дальше я обязательно умываюсь теплой водой. Несколько раз тщательно смываю гидрофильное масло с лица, но это еще не все. Я должна признаться, что все-таки Hemish лучше растворяет тушь, это факт. Не забываем о втором этапе очищения. Сейчас пользуюсь гелем с нейтральным pH от Hemish. Нежнейшее, не пенящиеся, не сушащие кожу средства, с таким зеленым натуральным ароматом. Не жжет глаза, но мне кажется, что оно больше подходит лишь для удаления остатков макияжа или для утреннего умывания. Идеален для сухой нормальной кожи на холодное время года. Для жирной я бы советовала присмотреться ко второй еще более популярной пенке от марки Hemish только с белой глиной. Еще раз умываюсь в этот раз холодной водой. И на этом мой демакияж завершен. Один-два раза в неделю я делаю очищающую маску. И эта корейская кислородная маска Елизавета, это одна из самых забавных и занимательных, которые я пробовала. Консистенция у нее слегка вязкая. В составе есть активированный уголь, раскрывающие поры и белая глина, очищающая их. Я наношу эту маску при помощи кисти из набора для масочек от EcoTools. Очень удобная штука. И вот таких спонжей в наборе целых три штучки. Сама по себе маска прикольная. Пока она пузырится, как будто выполняется массаж. Даже если ее помассировать, она дальше будет пениться. После нее лицо кажется светлее, поры немного очищены и стянуты. И кожа не настолько ощущается сухой и пересушенной, как после обычной глиняной маски. Но если вы нуждаетесь в сильном очищении, таком конкретном, то могу посоветовать вам кислотную от Andalou Naturals. Ссылку я оставлю в описании. Много раз о ней говорила. Маску я всегда смываю уже в душе. Ее не так просто удалить. Поэтому я всегда дополнительно использую спонж из того же набора. Наконец-то я попробовала шампунь от Madre Labs. Аромат у него очень освежающий. Пена плотная даже при небольшом количестве средства. Он хорошо, но бережно промывает волосы. Не утяжеляет их. Как бы действительно делает их плотнее. Если они у вас такие же тонкие, как у меня, то вам скорее всего понравится такой эффект. Он хорошо подойдет для ежедневного использования. Кондиционер из этой же линейки неплохой. После него волосы очень гладкие, блестящие, послушные. Они легко расчесываются. Плюс за большой формат упаковки. Мне нравится состав. Но я никогда не наношу кондиционер на корни волос. Уже давно отметила для себя, что аромат лаванды меня как-то очень хорошо расслабляет. Поэтому заказала себе гель для душа с лавандой и ромашкой. Он хорошо пенится. У него большой объем. Не сушит кожу и большего от геля для душа я не требую. После всех банных процедур первым делом я наношу свой любимый базовый увлажняющий, балансирующий тоник. Это бренд Клэрис. У него нет никаких отдушек. Слегка гелевая текстура. Он настолько универсальный, что подойдет любому возрасту и даже типу кожи. После него вам достаточно будет какого-то легкого крема. Ну и таким образом вы не будете перегружать свою кожу. Сейчас пользуюсь кремом для области вокруг глаз от Азелик. Меня подкупил чудеснейший состав. Кислоты, пептиды, кофеин, коэнзим Q10, аргиллерин, растительный комплекс. В общем, целый антивозрастной букет. Его не стоит бояться летом. Кислоты здесь в небольшом количестве. Скорее для увлажнения кожи обещают очень многое. Но мы же с вами знаем, что чудес не бывает. Все зависит от изначального состояния кожи век. Мне крем понравился. Для теплого времени года неплохое увлажнение. И мне показалось, что с ним кожа под глазами стала как будто светлее и менее отечная. Если ищете больше питания, то советую Benton. На все тело наношу моего любимца. Выходит за сухой кожей на данный момент. Это гелевый бальзам от CeraVe. CeraVe с керамидами. Ну, очень увлажняющий и легкий. Нежирный. Быстро распределяется. Расход у него минимальный. И он дает увлажнение реально на целые сутки. Снимаю полотенце и расчесываю волосы. Моя любовь. Витамин С. Сыворотка Insta Natural с этим компонентом. Это моя помощница в борьбе за ровный рельеф, отсутствие прыщей и равномерный цвет кожи. Вот в этом году я открыла для себя витамин С и не могу нарадоваться. Сыворотка легкая и быстро впитывается. После нее обязательно необходим крем. Улажнения от нее не ждите. Самое простое и бюджетное средство, которое поможет восстановить даже самые убитые ноги после лета, как-то летом все гораздо хуже, это масло Ши. Я им пользуюсь зимы. Также можно наносить на кутикулу. Но вот в последнее время я наношу его прям обильно на все ноги. Оставляю на ночь в качестве такой маски. И все гораздо лучше. Уже где-то месяц я пользуюсь маслом чайного дерева для лечения ногтевой пластины. Если вы замечали, что у вас не грибок, но вроде как отслаивается немножко ногтевая пластина, попробуйте этот метод. Он вроде как помогает. Я на это очень рассчитываю. А для красивых ухоженных рук я пользуюсь смесью органового масла и масло шиповника. Вообще-то это очень универсальное средство. Его можно использовать и на тело, и на волосы, и на лицо. Я купила его для того, чтобы пользоваться им зимой в качестве такого дополнительного питания. На кутикулу наношу немножко, все хорошенько растираю. Этого количества хватает даже для того, чтобы напитать волосы. И вот остатки того, что у меня есть на руках, я распределяю по волосам. И последний шаг это нанесение интенсивно увлажняющего крема на ночь. У меня CeraVe именно версия PM. Этот крем также обогащен тремя видами керамидов, которые восстанавливают барьерные функции нашей кожи. В нем есть гиалуроновая кислота и неоцинамид. Он успокаивает проблемную кожу, предотвращает высыпание. И при этом всем этот крем еще и легкий, без какой-либо отдушки, очень быстро впитывается и не оставляет неприятных ощущений на лице. Если же вы не любите совмещать активные компоненты, у вас чувствительная кожа, и вас немножко смущает то, что я использую и витамин С, и неоцинамид. Мне это не мешает, моя кожа очень хорошо реагирует. Но в качестве замены предлагаю вам попробовать вот такой дуэт. Витамин С и органовое масло, которое я показывала. Либо же витамин С и ночная очень увлажняющая, успокаивающая маска от Laneige. Давно ей упользуюсь. Именно в качестве ночного ухода на мне это средство работает потрясающе. На этом моя вечерняя рутина заканчивается. Конечно же, мы проводим время вместе с мужем, но именно перед сном, к сожалению, я сижу в телефоне. Я постоянно что-то просматриваю, изучаю, записываю идеи, отвечаю на ваши комментарии и просто листаю ленту в инстаграм, проверяю, что же произошло в течение всего дня, пока я была занята. Надеваю свою маску для сна и отправляюсь ко сну. Надеюсь, что вам понравилось такое наглядное пособие. Если да, то не забудьте поставить пальчик вверх. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Продолжение следует...